Неделя спорта 12 бойцов со всего мира приехали в Казань, чтобы сразиться на ринге Татнефть-Арены за первенство в турнире по правилам ТНА. Их цель – золотой кубок Татнефть и звание чемпиона турнира, правила которого были придуманы здесь, в столице Республики Татарстан. На чемпионате можно встретить бойцов из самых разных стран. Все они являются представителями своих бойцовских школ – кикбоксинг, муай-тай, бокс. Лучшие из лучших в своих видах боевых искусств сталкиваются на ринге, где царят свои правила полностью контактного боя. Первыми на ринг выходят бойцы третьего этапа 1-8 финала, весит до 70 кг. Иван Кондратьев и Роберт Раевский – представители России и Польши – бились на протяжении четырех раундов, но в конечном счете победа досталась обладателю красных перчаток из России. Во втором бою схлестнулись бойцы весовой категории до 80 кг из России и Испании – Александр Шуляк и Виктор Манфорд. И снова победу одерживая спортсмен из России отправил своего соперника в нокдаун во втором раунде. Самым впечатляющим боем оказалось противостояние спортсменов из категории свыше 80 кг. Константин Глухов – боец из Латвии. Мощным ударом ноги отправил своего соперника молдаванца Максима Болотова в нокаут. Удар был настолько сильным, что Максиму после боя потребовала срочная госпитализация. Дальше следовал бой между бойцами категории до 70 кг – Владимиром Кузьминым из России и Диога Невесом из Португалии. Этот бой продолжался до четвертого раунда, в котором Кузьмин решительным ударом отправил своего соперника в нокаут. Дмитрий Менчишков закрепил успех российских спортсменов в категории до 70 кг, одолев Любу Алови из Сербии в четвертом раунде. Последними на ринг вышли представители России и Бельгии, весе свыше 80 кг. Бельгиец Томас Ванестеп заранее подготовился к бою с Кириллом Корниловым. Несмотря на неудобную для себя боевую дистанцию, Корнилов продолжал свой прессинг, что в итоге вылилось для него в победу в четвертом раунде. Да, я самый бывший боксер, поэтому я люблю такие мероприятия, я люблю бои, мне это безумно нравится. И сегодня были просто великолепные бои, были хорошие нокдауны, был хороший нокаут, так что я думаю вечер удался. Своё мнение по поводу боев и турниров в целом высказал также ринг-анонсер соревнований Владимир Сычок, российский актер, известный широкой публике как Псих из физрука. Сегодня были два таких серьезных нокаута, они не могут не запомниться. То есть два сразу боя. Два боя. И я за Дмитрия Менчукова болел, я за него в прошлом году болел. И в этом, конечно, волнительный бой был, потому что Серп, он готовился, Дима-то тоже был готов, но Серп конкретно готовился, он просмотрел, я думаю, все его бои, все поединки. И он выбрал ту дистанцию, которая была наименее всего удобная для Дмитрия. Но, тем не менее, хоть и непросто, но я рад, что он сегодня одержал победу, надеюсь, будет в следующий раз повнимательнее к своим оппонентам. Бои по правилам Туна только набирают оборот. Скоро будет еще интереснее. Никита Манько, Роман Кондратьев, Неделя спорта. Уже по традиции каждые пять выпусков мы говорим о таком событии, как «Зеленый фитнес». На этот раз мероприятие состоялось в Парке Победы и содержало в себе очень много интересного и полезного. Далее расскажет Ирина Косокина. Как известно, «Зеленый фитнес» проводится еженедельно, и каждое воскресенье приглашается особый гость или готовится сюрприз для участников. На этот раз мероприятие было проведено 1 июля в Парке Победы, где главным гостем программы оказался председатель Федерации по бодибилдингу Александр Михайлович Хайкин. Он проводил небольшую разминку для всех желающих. Зачем мы всем этим занимаемся именно на открытом воздухе? Это в первую очередь для здоровья, для общения, для хорошего настроения. После общей зарядки и разминки требуется небольшой отдых. Для того, чтобы занять свободное время участников, организаторы мероприятия устроили научное шоу, продемонстрировав эксперименты с жидким азотом. Ведущий показывал влияние азота на различные предметы, такие как воздушный шарик и мячик для пинг-понга. Также любой мог попробовать опустить руку в жидкий азот на короткое время и помочь с проведением эксперимента. Далее поле разделилось на несколько секций, в каждом из которых проводилось одно из направлений фитнеса. К примеру, многие участники решили заняться йогой, другие отдали предпочтение воркауту, ушу или кроссфиту. Особенно популярным занятием оказалась зумба – танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских мотивов. Прекрасная организация зеленого фитнеса заставляет людей чувствовать себя комфортно и с пользой проводить время уже несколько лет. Дети и взрослые с удовольствием посещают мероприятия. Занятие на свежем воздухе действительно помогает чувствовать себя намного бодрее и пребывать в отличном настроении весь день. Ирина Косокина, Неделя спорта. Итак, мы продолжаем программу Неделя спорта. И сейчас мы будем говорить о чемпионате мира по футболу 2018, который проходит у нас в стране. И будем говорить с моим давнешним другом, со спортивным журналистом, кстати, с прошедшим тебе праздником, Артуром Мухиным. Артур, тебе большой привет. Ром, спасибо большое за поздравление. И тебе привет. Давайте поболтаем. Да, давай поболтаем. Итак, чемпионат мира по футболу. Ну, понятное дело, что уже все в шоке от того, что сборная России прошла в 1-4 и будет играть со сборной Хорватии. Такой быстренький вопрос. Пройдем Хорватов или нет? Ну, если мы также выстроим игру, как в матче с Испанией, с точки зрения тактики именно, то как мы опекали игроков, то да, шансы есть. Если они опять начнут гордиться собой, да, мы всех победим, то нет, конечно, Хорвата накажет. А вот сразу вопрос по поводу матча со сборной Испании. Не показалось ли тебе то, что мы хорошо играли от обороны, но контратак, ну, вообще их не было. Например, Федя Смолов получал мяч, что он делал? Он дальше не бежал, они почему-то боялись дальше бежать. Ну, для Смолова этот матч вообще провальный, на самом деле, потому что очень странно, что Черчесов выпустил его на замену, вместо Дзюба, который, в принципе, боролся впереди, и скидывал мячи, и свою роль выполнял. Смолов за мяч ни разу не зацепился, в принципе, по ходу матча, ну, то время, пока он находился на поле, от него не было полезных действий, кроме пенальти, который он забил там, ну, в послематчевой серии. Что касается первой части вопроса про контратаки, я был в Казани на игре Испании и Ирана, и видел это вживую. Там Иран вообще, один из человек сборной Ирана стояли просто в своей штрафной. Наши хотя бы стояли чуть подальше от вот этого полукруга на границе штрафной площади. Они пытались как-то этот, все равно чаще бегали в контратаки, чем тот же Иран. И мне кажется, это все равно показатель. Все-таки с Ираном мы осенью до 20 играли в товарищеском матче, и мы получше выглядели. А контратаки, ну, о чем тут говорить, что-то на табло, 1-1 основное время и дополнительное. Ну да, если бы не рука Пике. Рука Пике, да. Ну, в этом матче... Кому сейчас был 1-4? Шакира. Нет, на самом деле, тут надо обсуждать больше не руку Пике, а ногу Игоря. Да, тут у Марадоны, там, на том самом легендарном чемпионате мира была рука Бога. У нас теперь появился свой ответ. Нога Игоря на чемпионате мира в России. Сначала помогла нога Сереге, потом нога Игоря. Да, там все свои части тела понемножку приложили к этой победе. Хорошо, от этого матча отойдем. В целом, по чемпионату мира. Я знаю, что ты аккредитован на все матчи, которые проходят в столице Республики Татарстан, здесь Казани. А в целом, по организации как тебе? Слушай, все круто. Мне сравнивать с другими чемпионатами мира я не могу сравнивать, потому что я не был ни на Евро, там, 16-го года, разумеется, ни на других крупных турнирах. Но давай я расскажу тебе не о том, что я думаю, а о том, что думают иностранные журналисты, иностранные болельщики, которые к нам приезжают. Потому что у меня есть возможность с ними очень часто общаться, и по работе, и просто из личного интереса все в восторге. Все в абсолютном восторге, потому что вот иранцы, да, те же самые, их было очень много в Казани, и я подходил к ним и просто выборочно спрашивал, ребят, ну как у вас вообще, все ли вас устраивает, все ли хорошо. Они с такими глазами на меня смотрят и говорят, нас, говорит, как вы в аэропорту встретили, вот с распростертыми объятиями, и все, все понятно, везде есть таблички, автобусы отъезжают, там, в определенное время трансферы, то есть, да, вот эти вот аэропорты, условно говоря, да, центры города и так далее. С точки зрения логистики и навигации для журналистов приезжих и для болельщиков они в восторге. Плюс все, конечно, кайфуют просто от архитектуры нашего города, все-таки не зря, наверное, его в России, по крайней мере, считают одним из самых красивых. И недаром нас все-таки называют таким приближенным к Европе городом с точки зрения и архитектуры, и возможностей, которые здесь есть, и ментальности людей. Вот, то есть, улица Баумана, Кремль, Кулшариф, набережные, у Кабана сейчас набережную новую построили. Люди в восторге, людям все нравится, и ты, наверное, сам выходил на улицы в дни матчей, да, в ночи, перед матчами и там, после них. Баумана живет, люди кайфуют, все обнимаются друг с другом, и настроение у всех мега позитивное. Даже болельщики команд, которые проиграли на Казани-Арене, они вот как-то настолько проникаются в футбол, именно в Казани, мне кажется, что они просто идут и кайфуют от происходящего. Вот как-то так, наверное. Ну, по поводу кайфа вопрос, потому что следующий матч, последний, последний матч, который пройдет на стадионе Казани-Арена, это будет матч Бельгия против Бразилии. Да, матч, конечно, совершенно фантастический, и мы, честно скажу, мы все те люди, которые активно задействованы в чемпионате мира, мы его очень сильно ждали, потому что уже на стадии, когда еще только группы определились, там, в принципе, сетки же были сформированы, и можно было, ну, примерно прочитать, кто на кого выйдет. Мы, как бы, ждали увидеть здесь Францию-Аргентину, они к нам приехали в 1-8, выдали просто шоу, вообще лучший матч в истории и Казани-Арены, да, и в истории и к стадиону Казани-Арены, и, в принципе, наверное, казанского футбола, но никто так никогда здесь футбол не играл, разве что там чемпионство Рубин, наверное, отмечались как-то, ну, прям совсем всем городом. Вот, что касается Бразилии-Бельгии, или Бельгии-Бразилии, я не знаю, кто там номинальные хозяева, ну, пока что из всех вывесок 1-4 финала, которые есть уже сейчас, мне кажется, это самая сочная, и команда, которая в этом матче победит. Что нам дать на улицах, вот это больше вопрос интересует. Карнавала, бразильского карнавала, надеюсь, приедет легендарный бразильский болельщик, который, Россия, чемпион, Бразилия, офигенно, вот. Тоже его ждем с распростертыми объятиями. Так, ну что, под конец вопрос такой, кто в полуфиналах? Слушай, ну смотри, у нас пока известны только четвертьфинальные пары, да, я знаю, Уругвай сыграет с Францией, и бразильцы с бельгийцами, то есть победители этих двух пар выйдут в очный полуфинал друг с другом. Логично. Неплохо, неплохо. Смотри, в матче с Францией Уругваем ставлю на Францию, потому что французы в отличной форме, они, в принципе, только набирают по ходу турнира и должны потихоньку выйти на пик к финалу. Ну, я думаю, они сыграют с бразильцами, потому что, при всем уважении и моей, может быть, даже личной любви к команде Бельгии, да, очень талантливой и так далее, все-таки бразильцы фавориты, и им играть с Францией в первом полуфинале. Ну, во втором полуфинале мы, естественно, ждем сборную команду Хорватии. Нет, болеем, мы, конечно, мы болеем за Россию, как, в принципе, в матче с Испанией, мы болели за Россию, но где-то там... Ну, объективно мы понимали. Ну, мы понимали, что, скорее всего, нас победят. Да. Победят. Вот. Нет, на самом деле, очень хочется, чтобы в полуфинале домашний чемпионат мира сыграла сборная России, а из соперников, да какая разница, в принципе, мы кого угодно там обыграем, что англичанам, что шведов, что, кто там с ними, колумбийцы или швейцарцы. Но было бы здорово увидеть полуфинал России-Колумбии, вот это было бы просто здорово. Да, и самое здоровое, это будет увидеть то, что мы, как и Англия, в 1966 году взяла домашний чемпионат мира по футболу. Да, было бы хорошо, чтобы и вот этот вот фарт домашней команды, он продолжился, потому что здесь уже одна традиция сбылась, когда немцы, действующие чемпионы мира, не вышли из группы, в Казани, заняли последнее место, проиграв азиатам из Южной Кореи, да. Вот, надеюсь, сборная России продолжит традицию и дойдет как можно выше. Продолжит традицию и в 2022 году не сможет защитить свой чемпионский титул и вылетит с турнира с четвертого места в своей группе. Ну что ж, у меня в студии сегодня был мой хороший друг и человек, который ранее с нами, кстати, работал, забыл напомнить, что была у нас такая рубрика, как обзор социальных сетей. Артур Мухин, Артур, тебе большое спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал, Ром. Удачного тебе последнего матча на Казани-арене в рамках чемпионата мира по футболу. Ну а на этом все, вы смотрели программу «Неделя спорта», меня зовут Ром Блинсков, еще увидимся, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин